Добрый вечер, дамы и господа! В эфире ослепительное шоу Профилактика! Так, друзья, 19 часов 9 минут московское время. Время, собственно, начало. Вернее, продолжение, конечно, нашего цикла. Цикл, собственно, чего? Сейчас нам свет все покажет. Жизнь замечательных людей. Именно так называется этот проект. Сегодня в цикле ЖЗЛ Герой Георгий Жуков Расскажет нам о нем Владимир Ротович Дайнес Военный историк, старший научный сотрудник НИИ Военной истории, военной академии Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Кандидат исторических наук. Здравствуйте, Владимир Ротович! Здравствуйте! Владимир Ротович вообще специалист в военной истории Сейчас он нам за эфиром рассказал Сколько биографий интересных он издал Мы подумали, что можно сделать в цикле цикл Еще под цикл, да, посвященный второй Это очень интересно и очень, к сожалению, почему-то Фантастическим образом, вот как ни странно Казалось, да, Георгий Жуков Одна из главных фигур Великой Отечественной войны А вот я вспоминаю свое, так сказать, образование Условно говоря, школьное, например, историческое Ведь после Великой Отечественной войны Как-то вот следы Жужукова в России В советской историографии Они как бы фейдом таким родином уходят Как-то вот Затихают Затихают И вообще ничего не понятно Какая-то очень короткая строчка умер Тогда-то все А почему о Жукове мало говорили И мало превозносили И мало, так сказать, носили На руках Ну, это, в принципе, здесь нет никакой тайны Вы же знаете, что на Октябрьском плене 57-го года Там разбиралось Ну, вернее, как говорят личные дела Жукова На самом деле, состояние партийно-политической работы Вооруженных сил СССР Была такая повестка дня Значит, но все было соточено на оценке деятельности Жукова Которого пытались представить чуть ли не диктатором Чуть ли не готовясь им захватить власть Игнорирующие партийно-политические органы Не считающиеся с ними Выпячивающие свою роль Что он только один победил в войне Что только он один, как министр обороны СССР Мог отдавать приказы Ну, в то время, когда он был министром Ни с кем не считаясь А нужно считаться с партией С политическими органами Ну, здесь, конечно, эти обвинения Они были построены все на песке Потому что главное было, что популярность Жукова Была большая в то время Именно в армии? Да не только, в народе Это однозначно Я вот вспоминаю еще, когда со всем пацаном Был, извините за выражение Ветераны войны в то время рассказывали Они с восчищением говорили И о Жукове, и о Рокоссовске И других полководцах Поэтому народ простой солдат Который дошел до Берлина Он по-иному оценивал Жукова И, конечно, вот такая популярность Вызывала большое подозрение У Курщева, который тогда возглавлял партию И, естественно, он опасался за свою власть Поэтому Жуков, конечно, по своему характеру Человек волевой, жесткий Быстро принимает решения И кому-то это не нравилось Он стремился проводить свои решения в жизни И стремился укрепить армию И вот такая решительность Настойчивость Многим, конечно, она стала как бы кость в горле И решили его просто убрать Ну, для этого нужен был повод А повод какой? Что нет состояния воинской дисциплины Там, как бы сказать, пошло на убыль Что недостатки большие в армии Ну, и после этого было принято решение Много обидных слов Незаслуженно было высказано Этим пленом и в адрес Жукова Были проведены партийные активы специально А кто высказывал персонально? Значит, там выступали все члены ЦК Которые, ну, допустим, там Фурцевы, Микоян И другие В том числе выступали и полководцы Которые входили в состав ЦК И которые с Жуковым воевали вместе И говорили все эти слова Он тоже вот там выступил И как потом было опубликовано 3 ноября Правде статья Вот как раз посвященная вот этой Как бы состоящейся метапремии Состояние партийной вот этой Работы в вооруженных силах За подписи Конева Конечно, писал не он Но Конев потом Но подписывал он? Признал, что Нет, естественно, стояла его подпись Просто он потом признал, что его якобы заставили Там он не хотел Ну, сами понимаете Если человек не хочет подписывать Он и не подпишет Как обидно А у самого Жукова Секунду, секунду А что в этом письме-то было? Ну, там, в принципе, повторялось то же самое Что говорилось на плен И вот, допустим, стремление к личной власти Самое Не слушать своих заместителей Игнорировать партийно-политический орган Ну, то есть весь набор Как некрасиво Практически это готовилось Было поставление ЦК пленам Об этом состоянии партийно-политической работы Я просто недословно называю его Да, понятно Естественно, вот вся статья была Вернее, подготовлена на базе вот этих материалов Но вот там, в принципе, ничего Его потом 26 октября сняли С должности министра А в феврале, по-моему, 57-го года 58-го года Его вообще уволили Из-за вооруженных сил Отправили в отставку Хотя маршалов, как обычно Ну, вы сами понимаете Не отправляет По-моему, вот так я на памяти Мне кажется, по-моему, единственный случай То есть Жукова, извини, Леша, перебью последний раз То есть Жукова опасался лично Хрущев Это была его личная работа Ну, так, по крайней мере, утверждает те, кто, значит, как бы сторонники Жукова И я сам так смотрел эти материалы Там же не только он один опасался Хрущева И другие опасались Ну, так как главным и руководителем был Хрущев То понятно, что у него была цель его убрать А у Жукова были, как раз, вот те самые амбиции, которых Хрущев опасался? Он думал там о каком-то высоком посту в руководстве партии? Или вот он был человек, там, плоть от плоти армии И больше его ничего особо не волновало? Я вот по глубокому убеждению Да, это свидетельствует не только я Это и полководцы многие свидетельствуют И тех, кто близко его знал Конечно, у него не было стремления захватить власть в стране Как военный, да, он как военный, да Он как министр обороны Он чувствовал, что он на месте Что он может какую-то пользу принести И, естественно, соответственно, и действовал Это, ну, дальше, думаю, должности министра обороны У него амбиции не шли Тем более, ему охватилось заслуг еще во время Великой Отечественной войны Ему неч, не надо было каких-то высоко достигать Чтобы авторитет свой поднять Но ведь 1957 год, это довольно близко к войне И вот, не знаю, я оставлю себя на место тех людей Которым необходимо было там сместить Или там как-то ослабить влияние Жукова И понимаю, что спустя всего лишь десятилетия После Великой Победы Человек с таким авторитетом С таким весом И в армии, и в народе И вот это как бы Никто ничем случайно не рисковал На этом пленуме, так сказать, наезжая на Жукова Говоря современного закона Да нет, там я посмотрел эти материалы В принципе, так по выступлениям Ну, как понять, вот рисковал Ну, ничем не рисковал Кто чего мог им сделать В принципе, все поддерживали вот эти обвинения Некоторые... Вот уже все боялись Жукова Или все не любили, или что? Ну, почему все поддерживали эти обвинения? Ну, представь себе Вот, понимаете, там вот есть... Такая фигура, явно массивная Выступал генерал полковник Желтов Это был начальник главного политического управления СССР, он прямо, значит, обвинения строил Да? Допустим, выступал Конев Он как-то, ну, не так прямо Он признавал его из-за слуги И в то же время приводил такие черты характера Как жесткость, там, грубость, там, невнимательные отношения к подчиненным Ну, имеется в виду заместитель, министр, там, командующий А это правда? Были всякие моменты Поэтому... Ну, это не повод для того, чтобы... Я согласен У любого командира Я сам бывший командир Ну, не бывший, командир бывший не бывает Всякого бывает в жизни Особенно, если это касается каких-то экстремальных ситуаций Боевой обстановки Надо действовать жестко Тут некогда особо раздумывать Я не оправдываю, конечно, допустим, жесткие меры Ну, вы же понимаете, что Дашь слабину Можно потом поплатиться очень крупно Особо во время войны Поэтому были, конечно, какие-то обиды Со стороны некоторых военачальников и полководцев Во время военные столкновения Они были неизбежны Ну, Саша, это интересно Я сейчас, извините Жуков-то поддержал Хрущева Когда его пытались ранее сместить с поста Помните же, там, антипартийная группа Вот это, да, вот Маленкова, там, Кагановича, Прингнушин Там еще Маленков, кстати, был следующим министром обороны Вот они же Нет, Булганин был до этого До него, а следующий? Маленков не был министром обороны Перепутал, ладно, так И тогда же Жуков твердо стал на позиции защиты Жук Хрущева Поддержал его А получается, что в данном случае Хрущев его как бы предал Ну, по крайней мере Так можно смело утверждать Исходя из того, что Да, Булганин Маленовский после Да, Маленовский Вот Как раз после Жукова и Сталин Я и говорю, да Маленовский Хорошо Давайте, пожалуйста Коля, все-таки у нас Жизел Давайте пойдем так более-менее хронологически И мы пробежимся По совсем уж юности Жукова Хотя, где он получил военное образование Это очень интересно Как он стал военачальником Вот это Талант ли это Или образование А потом, собственно Мы приблизимся уже И займемся в Великой Отечественной войне В каком статусе он в нее вошел По-моему, начальника генштаба нет Или я путаю опять В Великой Отечественной? Да, начальника генштаба Вот, как он ее прошел Кем из нее вышел и так далее Да, давайте начнем вот с детских лет Итак, маленький Жора Жуков Ну, Жуков родился 19 ноября По старому стилю Если брать 1896 года Это в Селесте Голковка, вы знаете Где он находится Северный Калужской области Конечно, нельзя сказать Что та обстановка Которая его окружала Что он будет полководцем То есть не всем не военного Всем не крестьянина Значит, тяжелой, конечно И жизнь была Потом он поступил Это самое на учение Занимался Ну, чтобы получить профессию Скорняка Я думаю, что вот эта профессия Она, как бы сказать Тоже какие-то Сам он по природе Вот у меня глубокое убеждение Он, ну, бывает Тут люди рождаются Рожденные, как бы побеждать То есть он, как бы всегда Везде первый К чему-то стремится Чего-то достичь Он и стремился Вот во время обучения Своего дяди Ильихина Стремился вот Что-то получить Выйти На первый план Образование там Закончил школу Как по меркам того времени И, естественно У него могло быть Такое будущее Что он бы стал бы там Мастером Тоже имел бы свою мастерскую Ну, это можно гадать, конечно Ну, началась Первая мировая война Его двоюродный брат Пошел на войну Он сначала, значит Как бы приглашал его с собой Он не пошел в Жуков А в 15-м году Значит, его призвали В действующую армию Он, так как был парень Ну, если так можно выразиться Парень Толковый Развитый Его направили В унтерофцерскую школу Ну, по оценкам Всех полководцев Того времени Унтерофцерскую школу Они тогда готовили Высококвалицированных Специалистов Как мы сейчас можем Говорить Сержантского состава Младших командиров Которые являлись Опора Командира в армии То есть Младший командир Он непосредственно С личным составом работает Да Жил, работал Знал хорошо И, естественно Умел управлять Ими Поэтому Здесь я считаю Что он получил Такую хорошую Теоретическую подготовку Именно на этом уровне И Практику Какую-то потом Командует Когда он командовал Потом участие В первой мировой войне Он, значит В ландском полку Два георгийских креста Воевал смело Отважно Был там ранен Значит Ну, можно сказать Проявил себя Я вот на этом уровне Именно младшего командира С лучшей стороны В разведку ходил Ну, то есть Кстати, вот У них там Очень интересно Вот С Рокоссовским У них примерно Вот так совпадает Вот это все То есть Такие были Уже, можно сказать Прирожденные Он Как бы сказать Не был кавалеристом С рождения Ну, вот Жизнь заставила Естественно Потом Участие в гражданской войне Где он Был Командиром Извода С какой стороны С стороны Красной армии Почему Ну, понимаете Эти вопросы Меня часто задают Где бы я не уступал Полководцам Очень сложно Это объяснить Почему Ну, это же такое Это должен быть Осознанный Да Более того Извините, пожалуйста Это очень непростой выбор Для человека 250 тысяч офицеров Русской армии Было А 75 тысяч Пошло в Красную армию Значит, они пошли По убеждению А тут как раз Была Еще не закончена Первая мировая война Хотя было перемирие Германские войска Вы знаете В феврале 18-го года Начали наступление Это тоже Как бы Ну, защита Попали именно В такую обстановку Где вот Именно Как бы сказать Красная армия Занимала эти районы Ну, тут много факторов Жуков говорит Он по убеждению пошел В принципе Я ему верю Основания Видимо, убеждения Они, скорее всего Выковались Суть, потому что Вы рассказываете Они выковались Благодаря агитаторам армейским Потому что Агитаторам Да, но потому что До армии не было Замечен он В марксистских кружках И так далее То есть, скорее всего Армейские агитаторы Жукова, так сказать Проагитировали Да Тут еще самое главное Ну, что-то изруководственную Из командования Самое главное Это выбор Человека Потому что В принципе То, что Допустим Иностранные государства Помогали Белогвардейцам Это явно Конечно Не по душе Русскому человеку Я так понимаю И это тоже Сейчас та же ситуация Да, и это тоже Могло сыграть Определенную роль Ну, много факторов Факт то, что он выбрал Красную армию И вся потом Его дальнейшая жизнь Там служба Была связана с Красной армией Красной армией, да Активную часть В гражданской войне После гражданской войны Он получил возможность Закончить кавалерийские курсы Затем, значит Вышую кавалерийскую школу Потом он Курсового совершенствования То есть Он академию не заканчивал А курсового совершенствования Высшего начальщего состава Ну, я думаю Что даже Эти учебные заведения Дали ему хорошую Основательную Теоретическую подготовку Хотя он сам Не считал себя теоретиком Не считал себя Штабным командиром И даже Рокоссовский Который был его командиром Одно время Говорил, что Жуков органически Ненавидит штабную работу То есть Вот это был штабной Вернее Именно командир Полевой Да Ну, полевой Сам командир При том, что в Великую Отечественную войну Вошел начальником Генштаба Шесть лет командовал Каверлийским полком А сам Он высоко оценивает Именно Не то, что он сам был командиром А это время пребывания На посту командира полка А я Просто по своим опытам Могу судить Я не командовал полком Но Начальником разведки полка И знаю всю эту кухню Командир полка Это все-таки Как бы Фигура Большая В практическом отношении Он получает огромный Он опыт Он и командир, и строевик, и хозяйственник И организатор, и воспитатель Естественно Состоронний развитый Да Человек, который Себя проявляет, наверное, поприще И показывает какие-то успехи А успехи боевой подготовки Подчиненных Жукова были Он, естественно, и продвигается по службе Затем он командует дивизией После этого корпусом кавалерийским Был замкомандующим войсками окропа кавалерии Работал в инспекции кавалерии А когда стал вопрос о том Чтобы направить Значит Грамотного Толкового Распорядительного командира На Халкингол То, естественно Выбор Значит Пал именно на Жукова Хотя его отправили туда Вначале Не командовать Хорошо Вот мы, может, подобрались Почти Это уже конец 30-х Мы, может, подобрались К Великой Отечественной Да Стал он начальником Генштаба После Халкингола И по результатам его Значит Ну Тут, конечно, можно Много долго рассказать Чем он командовал И как он проявил себя на Халкинголе Но это вот была первая Успешная его операция Приехал туда С чисто инспекционной целью То есть Ему задача была поставить Проверить состояние 57-го особострелкового корпуса Разобраться В чем недостаток В этом он разобрался Командир Командир Фекленко Который командовал Он не сумел Там организовать Отпор Японским Баргутским Войскам И поэтому Назначили Жукова 12 июня 39-го команды 39-й год Он справился С этой задачей Успешно Да, были потери Ну Это была Очень успешно Проведенная операция За что он получил героя После этого Он еще Одно Некоторое время Был в Монголии А потом Он В июне 40-го Присвоили Генерал армии Назначили Командующим Сразу Киевским Особым Военным округом Это конечно Там Стремительно Корпус Корпус был Во время уже Боевых действий Халкинголи 19 июля Преобразован В армейскую группу Ну Примерно По составу Не совсем армии Но это все-таки Больше Вот То есть он получил Как бы сказать Практическую Такую закалку Непосредственно Боевой постановки Вот Тактическим И оперативным Тактическим звене Его сразу На округ Это конечно Высокий уровень Но Жуков Я думаю Так посмотрел По документам И по тем действиям Недолго он был Командующим округом Он справился С этой задачей Как Время позволяло А потом Вы знаете В декабре 40-го года Было совещание Вышел руководящий Состава Красной Армии На котором Осуждались Там Различные проблемы Связанные с военным искусством Состояние вооруженных сил И Жуков Там выставил С докладом О наступательной операции Сделал Он доклад С помощью Значит Своих Подчиненных Доклад был хороший Если вы его почитаете Многих Хорошие свежие мысли Не все К сожалению Мы не сможем оценить Мы это почитаем Не все К сожалению Вот то что Предлагалось Можно было Претворить Сразу в жизнь Там создание Ударных армий Там значит Действия Значит То есть можно сказать Что это в военной науке Был Можно назвать Прорывом Или новым словом Ну в принципе Вы же понимаете До середины 30-х годов Труды были Вот Рендафилова Да Тухачевского Других Потом вот В связи с репрессиями Эти труды Как бы сказать Их поначали забывать А вот именно в этот период Я считаю Что это было Как бы сказать Не совсем новое Но По крайней мере было Там был И дан анализ действий Германской армии Которая в это время Развязала Первую мировую войну Вторую мировую войну Германии Там и оценка этого дана И с этой оценки Были уже предложены Действия Значит В случае войны Своей армии То есть там Разбирались Вопросы Оперативного искусства И А после этого В январе В начале Проводилось В Кремле Стратегические игры Две И Жуков там Командовал По переменам То западными Ну Условно восточными Там синими Красными Как называется И в обеих случаях Он действовал Весьма успешно Естественно Сталин Который участвовал На этом совет Отметил Этих играх Он был недоволен Действия начальника Генерального штаба Генерала армии Мерецкого И Значит Возникла потребность Или стал вопрос Жуков назначен Начальника Генерального штаба О Стоп Вот на этой ноте Друзья Мы прервем сейчас на новости После них Вернемся К нашей беседе Жизнь Замечательных людей 1937 столицы Ого 1937 на наших часах написано Но это мы уже проскочили Мы уже в Каком В сороковом Да В сороковом Да В сороковом году Друзья Мы сегодня беседуем Про Георгия Жукова Разговариваем с Владимиром Мотовичем Дайнесом Военным историком Старшим научно-сотрудником НИИ Военной истории Военной академии Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Кандидатом исторических наук Давайте Значит Мы уже будем считать Что мы подобрались Вплотную к Великой Отечественной войне Что касается Великой Отечественной войны Что касается военного таланта По некоторым версиям Военного гения По другим версиям Ровно наоборот Маршала Жукова Вот Тема нашла Так сказать Широкий отклик У наших слушателей Самый неожиданный Кто-то едет по улице Маршала Жукова Кто-то говорит нам Приведите пожалуйста Пример военного таланта Жукова Немецкий пулемет Заткнул сотнями тысяч жизней Это называется гений Из Псковской области СМС А вот другая Другая СМС Слышал что Жуков Перед захватом Берлина Дал сигнал специально Разбудив немцев Из-за этого Среди них были большие Среди наших Были большие потери Среди немцев Не знаю что имелось ввиду Очень специально разбудил немцев Перед штурмом Берлина Ради больших потерь Вот что писал Бродский Иосиф О Жукове Мы кстати друзья Это стихотворение На смерть Жукова Положили на наш сайт Профилактика.тв В раздел типа блог Одно маленькое четверостишье Сколько он пролил крови солдатской В землю чужую Что ж горевал Вспомнил ли их Умирающий в штатской Белой кровати Полный провал Что он ответит Встретившись в адской Области с ними Я воевал Вот насчет крови солдатской Большого количества И сейчас чаще говоря Что не оправдано Это главное Это главный вопрос Собственно главный вопрос Есть что ответить Ну я хочу сказать Что если бы Жуков Не остановил Вермахт под Москвой Затем не погнал его Обратно От Москвы Не подготовил бы Вместе с Васильевским Контрнаступление Под Сталинградом Я думаю Не было бы Бродского И тех Кто задает вопросы Такого рода Справедливо думаю Поэтому легче всего Обвинять в Жукова В том что он положил Многие крови Но для того чтобы Обвинять полководца Надо сперва разобраться Как готовилась операция Какая была обстановка Какой был противник Какие принимались решения Как шли боевые действия А вот это почему-то Многие так называемые Военные историки В кавычках Не хотят Я просто не думаю Нет это блогеры Вы чего Нет Это и в книгах Причем блогеры Это и в книгах Вот я недавно Так посмотрел Еще не всю Прочитал книгу Бориса Коколова Жуков Полководец Деспот личность Ну он вот допустим Берет Холхингол Там все у него Подсчеты по потерям Идут А вот Чтобы показать Военноискусство Как человек подготовил Эту операцию И так же Можно и По другим Поэтому да Конечно В любой операции Боевые потери Они неизбежны И от этого Некуда деться Но говорить о том Что он положил Много солдат И провел Много крови Ради там Своего удовольствия И до того Чтобы все Погадать полководцам Это неправильно Я с этим Категорически Не согласен Ну возможно Речь не об удовольствии А не умении Не умении Если бы не было Не умения То не было бы Победы в контрнаступлении Под Москвой Ведь смотрите Когда его 10 октября 41 года Назначили командующим Западным фронтом Ведь в принципе К этому времени Враг уже близко Подходил к Москве И в ноябре Ему еще ближе Удалось подойти И уже в ходе Вот таких Сложных Тяжелых Оборонительных Операций Было подготовлено Контрнаступление То есть Это самый тяжелый Вид Или как говорят Разновидность Боевых действий Контрнаступление Которое готовится В ходе Оборонительных операций Это не просто так Когда наступают Оборонительные группировки А нужно подготовить Людей к наступлению И не только тех Кто обороняется Но и допустим Которые Как бы стоят Во втором эшелоне Их надо подготовить Это огромный Объем работы Это даже вот так Не перечислился За все это время И Вот Провел Это контрнаступление Теперь возьмите Его Значит Предложение На Курской дуге Перейти К преднамеренной обороне Чтобы Как бы сказать Вымотать Противника Значит Лишить его Ударный группировок А затем Перейти в контрнаступление Это я считаю Высокий уровень Полководческого Искусства Возьмите предложение В ходе Тяжелых Оборонительных Сражений Под Сталинградом Вместе с Василевским Предлагается Перейти в контрнаступление 19 ноября 42 года Ну и я могу Перечислить Многие другие операции Поэтому А вот так Я просто так Сейчас могу Быстро Время идет Вот я посмотрел Потери по берлинской Операции Да Они первые Белорусские фронты Были вроде большие Я не буду цифры проводить Но вот если взять Соотношение По Безвозвратным потерям И Соотношение Общей численности Фронта Там как вы понимаете Первый украинский был Первый белорусский Второй белорусский фронт Получается Вот соотношение Оно практически Ну там Небольшая разница есть Почти одинаково Там 7 к 1 Там 8 к 1 То есть У него Общее соотношение Потерь было не больше Чем в других фронтах Хотя он наступал На главном направлении И прорвал Сильно укрепленные Зейловские высоты То есть Непосредственно Бил Как бы сказать В лоб Берлин Чтобы взять Понятно А вот эта легенда Все-таки Вы знаете Про сигнал Я Впервые Слышу эту легенду Может она возникла Из-за того Что там были Как бы сказать Зажжены прожектора Перед наступлением Там А и немцы Подумали о подъем Да О подъем В принципе Вот понимаете Тут Может человек Не специально Но стремление Поставить противника Выставить таким дураком Это извините Мы воевали Прочи очень сильного Противника И умного Противника И поэтому Вот как раз Именно победа Над таким противником Она заслуживает Внимание Легко Слава Противника Победить Это небольшой почет Ну да А вот Есть еще одна фраза Коль уж мы Об этом говорим Еще одна фраза Которая приписывается Жукову И конечно Она страшная По своей силе Войнков не жалеть Бабы новых нарожают Сказавшего Это вряд ли Можно назвать Замечательным человеком Пишет нам Из Рязанской области Нас слушайте Ну это И в книжах Так встречается Я Не Совсем верю В это Потому что Это Я не помню Сейчас в какой книге Впервые мне пришлось Это встретиться Тоже посвящен По моему Жукову То ли Какой это Операция Великая Там есть Как раз Вот то что Вот вы Это самое Процитировали Там есть Такой Ну Какой бы ни был Жуков Как бы сказать И жесткий человек И как говорят Некоторые грубые Я не думаю Что он до этого Опустился Чтобы вот так Президительно Говорить о своем народе Может быть так получилось Потому что Основные какие-то книги В этом подтвердите Либо опровергните Писались после того Когда от Жукова Попытались вот Всячески Избавиться Поэтому приписаны Вот Да Я еще хочу сказать Вот несмотря Понимаете Сколько времени Уже вот вроде бы Прошло Да И после того Пленума И после того Смерти Жукова А вот попытки его Как бы сказать Унизить Они до сих пор Продолжаются Это просто удивительно Значит кому-то Вот просто Не дает покоя Его слава Ну известно же Что историю пишут Победители И тут вот Такой удивительный Парадокс исторический Что с одной стороны Победитель это Жуков А с другой стороны Историю пишут Победители Жукова Ну и соответственно Возможна Какая-то гипотеза Возможно Все эти легенды Все эти слухи Все эти слова Я бы советовал Этим людям Почитать Если уж так Им не нравятся Книги Значит наших историков Книги западных историков Ну во-первых Очень хорошая Оценка Жукова Была дана Эйзенхауэром Который был Главнокомандующим Союзными войсками В Европе Он сказал Что Жуков Это настоящий солдат Вот в это Как бы сказать Определение Он вкладывал все Потом допустим Там Историк Кайден Книга по-моему Тигры горят в бою Он назвал Жуков полководцем 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 Понимаете Он уже Оценивает Как бы сказать Не Наш человек А Тот Который вроде бы Не заинтересован В привлечении Жукова Или возьмите Мелентина Его книга Танковое сражение Он там напрямую Не называет Жукова Но вот когда Весловодорская Аберрация была проведена Он говорит Что Германия Со времен Российской империи Не видела Такого разгрома То есть Это вот было Такое косвенное Признание Заслуг А Жуков командовал Как раз первым Белорусским фронтом А вот тут Что интересуются Как раз вот те Кому интересно Узнать более-менее Правду И там реальность Спросите Есть ли где-то Наименее цензурированные Издания Мемуаров Жукова Читал второе издание По-моему 69-го года Невозможно читать И какое издание Мемуаров Считать наиболее Близким к оригиналу Это очень сложный вопрос Я тоже читал Его первое издание Там понятно Оно подвергалось А потом Вы знаете Вышло там По-моему Девятое В 90-м году Уже Или девятое Или восьмое Дополненное По рукописи Жукова Там Есть вставки Они понятны Конечно Сложно сказать Что он действительно писал Потому что это могут Только те Кто с ним работал Ну да Ну там уже Есть немножко Другие оценки Есть немножко Другие Он приводит факты Но в целом Жуков-то ведь Не ставил перед собой Задачу Как бы сказать Вот все До точности До мелочей Расписывать Он как полководец Как стратег Он естественно Оценивал Все боевые действия С оперативно-стратегической Точкой зрения Ему Он же Заместитель Верховного Главного командующего Это не просто Полком командовать Несколько фронтов Десять Девять Попробуй Вот на карту Посмотри Оцени все эти Десять фронтов И Определи Как кто должен Наступать Кто должен что делать Это не расставлять Фахматы На шахматной доске Фигурки То есть какие-то Поздние Издания Уже 90-х годов Можно считать Ну я думаю Что да Потому что там Вот то Что они туда Внесли Так наиболее Достоверно И в принципе И соответствует Он Касается Некоторых моментов Связанных с 30-х годами И с другими Они соответствуют Как раз Исторически Именно правде Совершенно справедливо Пишет нам За Москвой Такая Давайте Перейдем Уже опять К фактурной части Осуждают Жукова диванные Эксперты По поводу шахматы Когда на кону Жизнь родины И нации Цена не имеет значения Пишет нам Евгений Знаете Евгений Я с вами соглашусь Большая часть народа Сейчас конечно Напишет Что Начнут верещать Что это невозможно Как же так Нет ничего Да я думаю Что прав Евгений Вот прав Когда такая цена Когда такое на кону Вот правда Любая цена Любая цена Она приличная Ладно Давайте вернемся Значит На то на чем Мы поперешли Внезапно К интерактиву На начало войны В роли В статусе Командующего Генерального штаба Начальника Генерального штаба И так началась война 41-го года 22-го июня Я уже говорил Что он был назначен Начальником Генерального штаба В должность он вступил Первый фреля 41-го года Ну и вот вы сами Прикиньте Сколько у него там было времени На то чтобы Как бы сказать Меньше пяти месяцев Значит основоположник Советской школы Генштабистов Маршал Советского Юза Шапшин Говорил что Для того чтобы стать Настоящим генеральным штатом Нужно не месяц А годы Ну то есть освоить Это такая громоздкая структура Не только что она сама По себе громоздкая А объем Ну объем гигантский Я представляю Расписывать на нескольких страницах Надо что должен делать человек И самое главное конечно Это вопросы связаны С стратегическим развертым С плотовки стратегических резервов С плотовки командного состава И так далее Началась война И вы знаете Обстановка была такая сложная Да удалось противникам И линии связи прервать И нарушить управление войска Внезапность Эта удара была Для тех войск Которые находились Которые не были готовы Они не находились Именно в таком состоянии Кто-то Ну я просто для примера Если есть время приведу Что вот 17 мая 41 года Был издан приказ Боевой подготовки Для летнего периода обучения Там любой период обучения Включает несколько этапов И так вот допустим Слаживание батальона Было предусмотрено Аж чуть ли не в сентябре Ну вы же сами понимаете Тех кого призвали Ну конечно Понятно За какой-то меньшим месяцем Его не подготовишь Так и Жуков Не успел все это освоить Началась война Так что делает он Сейчас секунду Секунду Вернее 30 секунд Друзья и вернемся Извините Жизнь замечательных людей 51 минута Вернее 19, что 51 минута Продолжаем Итак Июнь 41 Ну вот Вы сами понимаете Ситуация такая сложилась Что вот Жукову пришлось Самому потом Ехать чуть ли не как бы Сказать на передовую Собирать войска Организовать оборону Потом По заданию Сталина На юго-западный фронт Вылетал Чтобы там помочь Командованию фронта То есть Потом У него произошло Сотолковение Сталина По вопросам Связанное С необходимостью Оставления Киева Чтобы как бы Сказать Спасти войска Юго-западного фронта И одновременно Он предлагает Провести Наступательную операцию Под Ельней Значит Это Сталину Как бы сказать Не понравилось Он там Сказал Что это за чепуха Мол такая А Жуков сказал Если начальник Генштаба Способен молоть чепуху То Он это просто покидает Ну так Недословно Ну естественно Жуков был отстранен В должности В конце июля И назначен Командующим Резервным фронтом Ну Сталин его как бы Освободил Раз он Сам Жуков сказал Что я не могу Находиться на посту Начальника Генерального штаба После этого Все-таки Сталин Без него не мог Обойтись Отправил ее В Ленинград Где он организовал Обороны А когда сложилась Тяжелая ситуация На Западном фронте Когда уже Непосредственно Угроза Создалась для Москвы Он был Оправлен на Западный фронт Справа командующим Резервным фронтом Потом Командующим Западным фронтом И тут его Вся деятельность Включая Весь остаток 41-го года И начало 42-го года Связан с Западным фронтом Где он Успешно Организовал оборону Контрнаступление И Неудачно Конечно Было Наступление В районе Ржевского Плодарма Вот Ну Дальше Уже Жуков В 42-м году Выступает Уже в роли Заместителя Верховного Главнокомандующего То есть Это уже был Как бы сказать Более высокий уровень В должностном отношении И то есть Это уже показывает Что Сталин Полностью ему доверял Сейчас секунду Владимир Атович Расскажите про Ржев еще Несколько Ну Здесь понимаете Да Там Было неудачное Наступление Бойств Калининской Западных фронтов Потому что Все-таки Противник успел Сильно укрепить Оборону У нее Девятая армия Она там занимала Была хорошо подготовлена Значит Им удалось Вот это наступление Остановить И потери были Конечно Очень большие К сожалению Не удалось там Не удалось И к тому же Надо учитывать Что Войска Западного фронта В это время Уже наступали Значит Декабрь Там Январь Все-таки Наступательный Как бы сказать Порыв Наступательный Вот такой Пыл Он все-таки Не то что Люди Сами Надо же было Организовать Снабжение Подтянуть Коммуникации Перегрупповать Войска Авиации Ну там Много вопросов Невозможно Даже Перечислить Все А кстати Вот вы упоминали Про эту реплику Жукова В ответ На критику Сталина А какие у них Личные отношения Были? У них какие-то Были отношения? Ну отношения у них Были неоднозначные Но я Четко вот так Прослеживая все операции Все действия Время войны Он ему полностью доверял Жукова Хотя относился После войны Уже подозрительно К его славе Вот это К сожалению Да Был у Сталин Но полностью доверял Во время войны По крайней мере Во время войны Да Если бы он ему Не доверял Вот там По-моему Я так посчитал В момент Как он стал Неверение Я Другие историки Заместитель Верховного Главного командования Он в течение Двух там С небольшим лет 15 раз Координировал Действия фронтов Различных операций Я уже называл Сталинград Там курс И другие То есть Это было конечно Полное доверие То есть Он имел право Отдавать приказы В одном случае Руководство Операциями Этих фронтов То есть Сталин как бы Еще выше его ставил В этом отношении Фалтишки выполнял Роль командующего Если бы он не доверял Он бы Ну конечно Естественно Человеку поставить Который все провалит Зачем назначать Ну это да Странный выбор был бы Так Мы на 42-м году Надо быстрее Быстрее Я уже Давайте Значит Ну вот я сказал Дальше его действия Были основном У тебя два с половиной Почти года После этого Он был как бы сказать Все время Представителем Ставки Вот его заслуга Контрнаступления Под Сталинградов В оборонительной Операции Контрнаступления Под Курсом Хотя он непосредственно Сам не командовал Но он Вносил какие-то Предложения Он организовывал То есть Это не обязательно Дополковаться Непосредственно Командовать А уже В 44-м году Когда погиб Генерал армии Ватутин Он возглавил Первый Украинский фронт Успешно Провел ряд там Операций После этого Его В конце 44-го Уже Поставили место Рокоссовска Командующий Первым белорусским фронтом Рокоссовска Вторым белорусским И тут уже Жуков Как бы сказать Дальше Уже Ну понимаете Шло сужение фронтов Как бы вот Общего Самое Уже не требовался Может быть Вот такой Постоянный Как бы сказать Представитель Где-то Хотя они И выезжали Но Жуков Уже командовал Первым белорусским Проводил Веслоодорскую А потом Вы знаете Берлинскую Операцию Которые все Успешно Завершились И ему И честь Была предоставлена Подписать Акт Капитуляции Советской стороны После войны Вот Закончилась война Жуков Триумфатор Спаситель Родины И так далее Вот он Возвращается На родину И кем Становится Значит Он был Главно Начальствующим Оккупационными Войсками В Германии А потом Вот Начались Опять Как бы сказать Подозрения Относительно Его Как Сказать Ну В общем Все сводилось С тому Что он Хотел организовать Заговор И захватить Власть А вот так Возвеличивали Что Везде там Слава Маршалу Жукову Развешивались Плакаты Что Командующие армии Которые Воевали в составе Берлорусского фронта Там Чуйков Там И другие Только Считали себя Жуковцами А не сталинцами Ну то есть Началось Опять Вот Вернее Не опять Это в 57 Опять А тут Тоже Тоже Началось Естественно Его Был В июне 46 Года Высший Военный Совет Который Опять же Впервые Обвинил его В стремлениях Таких Что Он превозносит Себя Что он Жесток И какие Санкции Ну и значит Санкции Были такие Тогда Конечно Все Военачальники Встали на его сторону И может быть Как пишут Некоторые Что Вот Конев Кстати Пишет Что У Сталина Может быть Была Мысль Расправиться Жуковым Но Когда такая Поддержка И высокий Авторитет В армии В народе То значит Ограничились тем Что ее назначили С должности Главной команды С выпутными войсками Освободили И команды Одесским Военным округом После этого Он там Командовал Уральскому военному округу А потом Сталин Его постепенно Стал опять Как бы сказать Снимать с него Опалу И был уже Потом он Заместитель Министра Обороны А после смерти Сталина В 55-м Стал Министром Обороны Вот его Как бы сказать Уже высшая Должность А потом У нас осталось Минута Сейчас как раз Подводить итоги А в 57-м году Напоминаем Был исключенный С состав СК-партии Сняться Со всех постов В армии На следующий год Отправлен в отставку И Занимался тем Что Как бы сказать Находился В опале Никому Как бы сказать Никому не нужно Никому Как бы не интересно И занимался Своими Вернее Не своими А так нельзя говорить А именно Написанием мемуаров Основания разрешения Которые Ну Я очень высоко оцениваю Мы по ночам читали Вот учились в академе Ночью читали эту книжку Потому что времени не было А версия Несензурированная Такая полноценная Ну первая 69-го года Какого Ну первая Самая первая Ну да Туда же не было Я учился в 73-м Других Других и не было Вот ее и ищите Спасибо вам большое Спасибо Владимир Отович Друзья Ну вам так сказать Как вы понимаете Это исключительно Не для знания А для Основления И для появления интереса К теме И изучения дальнейшего Мы благодарим Владимира Дайнеса Военного историка Старший сотрудник НИИ военной истории Военной академии Генштаба Вороженных сил Российской Федерации Кандидата исторической наук Спасибо большое До новых встреч Спасибо большое Спасибо сильно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok